Замечательно, мы продолжаем нашу работу, и наша первая секция открывается Еленой Александровной Борзенко, старшим преподавателем нашего центра. Ее выступление звучит таким образом, как из любого сайта сделать интерактивную обучающую площадку. Спасибо, Ольга Викторовна. Здравствуйте, коллеги. Павел Александрович, скажите, пожалуйста, а могу я просто продемонстрировать свой экран, а не презентацию? Угу. Скажите, коллеги, меня слышно? Можете поставить плюсик, если меня слышно? Да? Ну все. А то, Павел Александрович, можно ли тогда мне показать экран? Попробуйте, Ленца, на первом плане. Все, видим. Видите, да? Отлично, спасибо большое. Я почему хотела показывать экран, потому что я надеюсь, что достаточно будет сегодня моего интернета, чтобы непосредственно вам показать не просто слайды, а как это действует. Сейчас вы видите также на стартовой странице QR-код. Это для тех, кто вот прямо сейчас очень сильно хочет уже эту презентацию получить, можете отсканировать QR-код, и эта презентация будет у вас. Сегодня я буду рассказывать о том, как можно использовать приложение, расширение для Google Chrome в вашей практике непосредственно. И начну я с такого популярного сейчас слова в бизнесе «боли» или «проблемы». Дело в том, что лично я, и я полагаю, что вы наверняка тоже, сталкиваюсь с определенными проблемами, когда работаю со школьниками, на самом деле и со взрослыми людьми. Если я использую какие-то сайты, если я использую какие-то статьи, опять же, размещенные на сайтах, то очень часто бывает сложно разобраться в интерфейсе, и взрослые дети теряются, не могут понять, куда кликать и что делать. С вами, возможно, могло такое случиться, когда вы в первый раз зашли на наше дистанционное обучение Красноярья, если вы непривычны к формату Moodle электронных курсов, то, возможно, было сложно. Также я сталкиваюсь тоже уже не один раз с тем, что ты даешь задание. Если оно достаточно простое, открой и прочитай, то это не вызывает никаких сложностей. Если же задание у меня многоступенчатое, состоит из двух-трех пунктов, несмотря на все мои усилия и нумерацию, тем не менее, очень сложно действовать по инструкции, когда у тебя таких инструкций мало. И моя задача всегда научить своих школьников следовать инструкции четко. У них бывают разные проблемы, а моя задача как можно чаще это делать, чтобы навык у них закреплялся. Что же касается объемных текстов, если мы говорим про старшеклассников, про тех, кто уже уверенно пользуется английским языком и готовимся к итоговой тестации, то моя задача их читать не просто текст, а научить их видеть главное. Это тоже порой сделать не так легко, поскольку я не всегда могу находиться рядом с ними и там пальчиком кликнуть, показать точнее. Вот сюда смотри, здесь читай. Тем более, если мы говорим о дистанте. Ну и последний пункт. Для меня тоже такая особенная боль и проблема, когда я прошу их прочитать какой-то текст и говорю, ребят, выделите, пожалуйста, те правила грамматические, которые, например, у вас вызывают сложность. Или найдите все случаи употребления, там, present perfect. Или лексику, связанную с чем-либо. Порою, там, обращайте внимание, где стоят запятые. Я их прошу это сделать, но первое время, пожалуй, наверное, полгода, часть ребят испытывают трудности, и мне тоже каким-то образом нужно их внимание обращать на те или иные моменты. Вот как научить их именно замечать важное во всем этом большом тексте. Вот как раз у меня здесь есть сейчас скриншот, как Ольга Икрана тоже показывала, нашего сайта, где идет информация о днеучителя иностранного языка. И что можно было бы сделать? Это такой достаточно, сейчас вы увидите, простой пример, не особо мудреный, сделанный на коленке, но, тем не менее, это было несложно. Смотрите, я ровно на эту же страницу могу вставить свое видео, где я бы обратилась к вам ко всем и сказала бы, там, уважаемые учителя английского языка, вы сейчас на сайте Института повышения квалификации. И там парочку интересных каких-то комментариев по поводу того, что делать на этом сайте. Также я могу выделить, как, наверное, вы сейчас видите, вот здесь по центру, да, выделить какое-то слово и, например, добавить комментарий. Это может быть вопрос, это может быть перевод, все, что мне, собственно, захочется. И внизу я еще вставила небольшое такое обсуждение, где они, где могут отвечать, соответственно, будут то слушатели, да, или, например, школьники, и мы будем ответить и видеть друг друга. То есть посмотрите еще раз, вот так выглядит сайт, да, и вот таким образом. Чтобы сделать такое задание, нужно минимальное количество инструментов. Что же нам в первую очередь понадобится? Понадобится иметь Gmail-почту или еще называют это Google-почту, Google-аккаунт. Иногда можно вообще встретить просто G-аккаунт и больше ничего. Поэтому я выписала все, потому что вы с этим можете столкнуться. Также браузер Chrome предпочтительнее, хотя мы с Катериной Петровной проверяли, что на, как я это называю, на лисичке он тоже работает. Но, тем не менее, с Chrome он будет, видимо, более всего синхронизирован, учитывая, что Insert Learning очень хорошо вступает в коллаборацию с Google-классом. Поэтому, да, Google Chrome. Также необходимо будет установить расширение Insert Learning и затем зайти на сам сайт, чтобы просто войти в свой аккаунт. Там самое главное, когда, коллеги, будете регистрироваться, обязательно найдите кнопочку именно G-аккаунт, то есть Google-почта, кликните и автоматически войдете. Я буду очень-очень рада, если вы воспользуетесь моей пригласительной ссылкой. Как видите, она в двух вариантах, да, либо ее можно отсканировать. Для тех, кто сейчас подумал, как это я что, перепечатывать что ли буду, дело в том, что презентация, которая будет у вас, ссылка там живая, по ней можно будет кликнуть и пройти. И в конце моего выступления я брошу вам ссылку именно на вот этот онлайн-документ, и вы тоже сможете кликнуть. Почему я вас приглашаю и вам тоже потом советую приглашать ваших коллег? Дело в том, что программа абсолютно бесплатная, но в бесплатный аккаунт входит только пять уроков, что на самом деле вполне достаточно для первого времени. Вы явно не будете делать больше, чем пять уроков, а потом старые можно просто удалять. Но за приглашение одного пользователя вы получаете дополнительный месяц. Так как мне бы хотелось побольше поисследовать и посмотреть, что еще есть интересное в Windsor Learning, я буду очень вам благодарна, если вы пройдете по этой ссылочке. Ну и сами не забывайте, когда вы зарегистрируетесь, обязательно приглашайте через ссылочку ваших коллег. Когда, где найти такую ссылочку, я покажу чуть позже, но выглядит следующим образом окошечко. Ссылку можно отправить и по почте, и, соответственно, скопировать. Как видите, Twitter и Facebook тоже есть. Ну, что касается самых простых шагов, мы можем просто в Google написать InServe Learning, затем, увидев сайт, просто кликнуть по нему, и уже здесь у вас будет два базовых предложения. Зайти в свой кабинет, где вы заходите через свой Gmail-аккаунт, и добавить расширение к вашему браузеру. Расширение – это то, что у вас появится, я надеюсь, что сейчас видно, в верхнем правом углу, вот где я ввожу мышечкой, у меня здесь представлен ряд расширений, которые здесь видны. После того, как вы и зашли, и добавили расширение, видите, если вдруг вы не сразу добавили расширение, он вам снова напомнит, не забудьте, добавьте, пожалуйста, мое это расширение. Если вы зашли с Google-почтой, то все, собственно, больше ничего не нужно делать. Если кто-то сейчас, слушая про Gmail-почту, задумался, что это за почта и что с ней делать, мы уже здесь подготовили для вас ссылочку, инструкцию по созданию такой почты, и мой совет – обязательно заведите себе Gmail-почту, потому что с помощью такой почты можно иметь доступ достаточно быстрый, буквально мгновенный к очень многим образовательным ресурсам. И такая почта может быть именно вашей рабочей, куда вам не будут приходить какие-то уведомления, например, там, не знаю, из магазина Zara или H&M. Когда вы заходите в свой кабинет, он достаточно прост, в нем минимальное количество каких-то дополнительных кнопок, которые нужно изучать. Как вы видите, есть все ваши уроки. Вот у меня на данный момент 4 урока, и вы видите, что 3 из них – это учебник Outcomes 5, это уровень Upper Intermediate, и один урок, тройка – это Pre-Intermediate. Я могу добавить еще уроки, и могу уроки раскидывать по папочкам, если мне это будет удобно. Могу сделать дифференциацию уроков по классам. Например, у меня 3-4 класса, и легко определить, где какой. И также назначить задания ученикам. Также, вот посмотрите наверху, да, у нас есть такой Toolbar, где я могу посмотреть оценки. И вот так они выглядят. Смотрите, то есть… О, прошу прощения. Все. Где я могу выбрать, какой класс, какой урок, и что непосредственно мои школьники отвечали. Вот тут фамилия их немножко замазала, но, в принципе, видно, что они отвечали. Я могу тут же назначить, сколько баллов я хочу, чтобы у них было, и также ответить на их ответ. Вот, например, вы видите, Настя ответила well done, а Полине ответила great, very well thought answer. Потом все эти ответы я могу скачать и предоставить куда-либо, если мне это будет нужно. Следом, у меня есть классы. Вот тоже, да, здесь в Toolbar было. На данный момент у меня всего 2 класса. У классов есть свои пароли, которые я тоже прикрыла. И класс вот третий, outcomes третий. Здесь я всех поудаляла детей, поэтому на данный момент у меня здесь нет пока никого. Как только ребенок заходит, выполняя задания, он сразу же будет у меня высвечиваться. Вот 11 студентов у меня учатся на пятом уровне, и я с ними работаю. Три урока у нас здесь с ними есть. Так. Вы также увидели, что lessons, grades, classes. Рядом есть public library. Здесь предложены разные сайты уже с готовыми заданиями. Ну, если честно, я туда сильно не обращалась, поскольку у меня у самой идей достаточно много, и чужие идеи нужно сначала воспринять, да, понять, прослушать, все это выполнить. Это может быть достаточно проблематично, но тем не менее это есть. Также в ресурсах, вот тут тоже интересный момент, есть три пункта, один из которых – это найти полезный контент. Там будут списки хороших сайтов. И есть специальные инструменты, которые можно встроить. Теперь посмотрите, таких инструментов больше 60. То есть я в сайт могу встроить и AdPuzzle, и Google Forms, и Quizlet, и YouTube. Огромное количество здесь пока представлены топовые, да, их вообще на самом деле 60+. Сайты, которые предложены, тут их тоже очень много. Можно и по уровню полистать, и по типу заданий, которые там есть, по предметам. Например, здесь вы видите история, литература и так далее есть. Все это можно будет сделать. Ну, давайте перейдем уже непосредственно, как это все выполняется. Вот смотрите, например, у меня есть сайт, да, который я уже вам показывала. Кликнув наверху на Insert Learning, у меня вот таким вот образом, значит, активируются странички. Я прямо сейчас хочу попробовать на ваших глазах. Смотрите, я заранее открыла сайт. Это история, история Рождества. Я кликаю на расширение. Сейчас вы увидите, оно загружается потихонечку. То есть на презентации те же слайды, которые вы потом можете посмотреть. И вот теперь, смотрите, что же я могу сделать? Ну, во-первых, я могу выделить какие-то фразы, которые мне кажутся полезными. Я могу сменить их цвет. Пока цветов немного, их должно быть только 4 цвета. И могу добавить заметку. Заметка может быть как перевод этого слова, так и просьба наоборот. Вернее, повелительное, да, у нас будет наклонение Translate. Или же вы можете заранее сделать установку и сказать о том, что, ребята, пожалуйста, все желтые фразы переводите. Также я могу выделить, например, интересные, там, вот каким-то образом я обратила внимание, что здесь есть запятая, да. И я хочу, чтобы они могли, например, объяснить, почему эта запятая здесь ставится. Еще что я могу сделать? Я могу вставить заметочку. Заметочка идет, как правило, к абзацу. Например, вот они прочитали абзац How did Christmas start? Весь абзац целиком. И я вставляю заметку. И вот здесь теперь я могу, например, вставить свое видео. Сейчас проведем с вами эксперимент. Нет, не знаю, получится или нет. Подскажите, пожалуйста, вы видите видео в видео? Надо только, чтобы кто-то микрофон включил, потому что я чат не вижу. Видно. Видно, отлично. Смотрите, я кликаю, я прямо сюда записываю какое-то обращение. Например, ребята, как, вот вы согласны, да, с этой точкой зрения? Вам кажется, что действительно все было именно так? Затем, все-все-все, останавливаю. Меня и там, и там показывают. Вот смотрите, мое видео автоматически встроилось. И теперь, когда учащиеся прочитали вот два абзаца, они могут включить и прослушать, что же я прошу от них. Либо делаю какую-то установку, да, либо делаю, как говорят, отбивочку по поводу того или иного материала. Сюда же я могу встроить, как я говорила вам на презентации, сейчас чуть-чуть вернусь назад. У нас были вот такие инструменты. Я могу встроить, например, Quizlet-карточки, могу встроить Google-форму. И на данный момент уже на моем канале есть такое видео. Я специально к сегодняшнему дню его разместила. Поэтому, когда мы будем выкладывать запись, также сделаем ссылочку. Я его открыла заранее. Вот смотрите, на моем канале есть видео, где я за 4 минуты рассказываю, как вставить непосредственное задание. То есть это про цифру. Но так как мы сегодня не про цифру, то я просто перехожу дальше и продолжу показывать, какой здесь есть функционал именно с точки зрения развития читательской грамотности. Смотрите, в заметке я могу написать свой текст по поводу инструкции в том числе, чтобы они внимательно читали и понимали, что им предстоит делать. Но у меня также есть вопросы. Смотрите, точно так же выделяя, например, после двух абзацев должны появиться вопросы. И тут теперь красота. Потому что помимо моего собственного вопроса, который мне нужно грамотно составить и написать, я могу выбрать вопросы из так называемых корневых вопросов, которые здесь представлены. Предлагаю на них посмотреть чуть-чуть ближе. Я их выписала заранее. Вот они здесь все есть. Смотрите, какие вопросы предлагается нам использовать, когда дети читают те или иные абзацы. Ну, например, да, вы на самом деле уже видите эти выделенные слова. Это summarize, identify the main idea. Мне очень нравится второй вариант, это at least two supporting details. А также, посмотрите, объясни, да, какова была у нас цель данного текста. Хотели ли нас убедить в чем-либо, да, или просто проинформировать, или это было сделано чисто с развлекательными целями. Вот из таких вот вопросов, да, вы также можете выбирать. И, например, ну, я сейчас не вчитываясь в текст, выберу, например, сейчас мы спустимся, например, каковым было ключевое слово. И просто кликаю на create. Все, теперь все, что будут здесь писать мои ученики, будет автоматически у меня высвечиваться в моем кабинете. Вот здесь в кабинете, где у меня оценочки. Я выберу, какой класс, и выберу, какой у меня был урок. Например, вот такой, да, урок. И здесь у меня будут загружаться все-все-все ответы, которые здесь есть. Возвращаюсь, ага. Смотрите, то есть помимо тех вопросов, которые представлены, сейчас я проделаю эту процедуру еще раз. Я вставляю вопрос, например, к этому абзацу, и выбираю, какой из представленных вопросов мне нравится, он подходит. На самом деле, очень хороший такой момент, потому что порой бывает сложно сразу же сообразить, как вопрос сформулировать. Здесь вопросы формулировали люди, которые непосредственно работают с такими видами текстов и точно знают, как это сделать наверняка. Смотрите, я также могу изменить баллы, например, поставить всего 5 баллов тому, кто на этот вопрос ответит. Также, например, в конце данного сайта я могу вставить дискуссию. Сейчас я кликну сначала, да. Ух ты. Вот здесь у меня получается теперь уже дискуссия. Для дискуссии, конечно, не нужно будет вставить какой-то вопрос, уже непосредственно свой. Например, согласны ли вы с тем или иным утверждением. И... Давайте я напишу простой. И отправляю. В идеале, конечно, если вы сами напишите еще пример того, как нужно отвечать, потому что на вопрос what do you think мы понимаем, да, что школьник может написать it's okay, и все достаточно будет просто. Мы же можем дать пример того, как мы выражаем, как некий, да, topic sentence, а потом пара supporting ideas. И каждый раз, когда ученик пишет сообщение, он его отправляет, и это сообщение остается здесь. Они прямо видят все ответы друг друга, они могут отвечать друг другу, и прямо вот, игру внутри, здесь встраивается такой дискуссион board. Вот они все здесь есть. Я при желании могу зайти и удалить те, которые мне не понравились. Еще из функционала у нас есть возможность посмотреть, как будет выглядеть этот урок с точки зрения ученика. Если же мы уже не на дистанте, а непосредственно на занятии, то мы можем распечатать данный урок. Или если вы знаете, что у ученика будет слабый интернет, то маленький такой лайфхак, когда вы распечатываете, вместо принтера выберите pdf-файлик, и тогда у вас можно будет сохранить pdf-файл и отправить ребенку. pdf явно будет проще загрузить, чем сайт. Так, ну и непосредственно назначить, назначить задание достаточно легко. Тот класс, который вы создали, например, у меня вот comes 3, да, я просто назначаю. Могу также скопировать ссылочку при желании. Есть интеграция с Microsoft Teams, это вот как раз платформа, через которую мы сегодня здесь работаем, и с Google классом тоже она есть. Вот это вот мне, видите, я поставила таймер, чтобы не говорить больше, чем мне положено. Смотрите, еще раз вам покажу, что есть ряд инструментов, которые запускают Insert Learning. Если посмотреть на них ближе, то мы можем увидеть, что есть возможность назначить задание, выделить нужный текст, вставить заметочку, ряд вопросов написать и устроить какую-то дискуссию. Вот у меня, например, здесь на слайде, когда вы откроете презентацию, есть два предложения. Взять такой интересный урок по Рождеству. Вот вы можете кликнуть, вы точно так же попробуете сделать, когда получите презентацию. Вот есть урок британского совета, который дети проделают самостоятельно, и вы, по сути, здесь никоим образом ему не нужны. Но я скажу, чем мне эти уроки не всегда нравятся. Здесь идет достаточно такой простой прием, да, PPP, Present Practice Produce. Но вот Produce у них очень часто западает, потому что в дискуссии вот здесь вот они зачастую просят ответить на какой-то вопрос, который не имел никакого лексического или грамматического отношения ко всему уроку. И получается, ученик, проделав весь урок, все равно успешно сделать это задание не может. Тогда что сделаю я? Я включу Insert Learning, я вставлю Sticky Note. Вот сейчас я ее вставлю сюда. И вместо этого задам свой дискуссионный вопрос, на который они смогут поотвечать прямо здесь. Или если же мы говорим прямо про дискуссию непосредственно, то прямо мы дискуссию сейчас с вами и вставим, а не заметочку. Вот здесь вот. То есть какое-то мое задание, а потом еще и дискуссия. И есть еще один, как я люблю говорить, пряники. Пряники и плюшки от Борзенко. Это уже скорее для... Это если у вас есть клуб, например, учителей, кто занимается своим уровнем языка, если вы порой испытываете трудность, там, какой материал найти, и, может быть, вы являетесь руководителем такого speaking club, где вы занимаетесь, то здесь есть ссылка на очень-очень хорошее... Сейчас я его покажу. Блок Хью Деллара, который занимается лексическим подходом. И у него здесь есть так называемый word of the day или chunks of the day. Вот они здесь есть. И можно найти очень интересные вещи. Здесь, например, последнее, да, то, что у него было, очень потрясающая лексика. Хью Деллар рассуждает о том, куда сейчас двигается мир, какие сейчас есть протестные движения. Он также рассказывает и о... Сейчас достаточно популярных таких вещах, как Black Lives Matter или Me Too. И он дает самое главное, внеоценочное такое понимание, как об этом говорить и как это все слышать. Потому что мы включаем новости, мы можем быть против, мы можем быть за, но мы должны понимать, какую лексику использовать. И Хью Деллар, как видите, всегда предлагает еще и какие-то интересные вопросы для дискуссии. Точно так же вы можете для Civil Speaking Club вставить сюда... Вернее, сначала загрузить Insert Learning, а затем добавить какую-то дискуссию для ваших коллег, например, или для старшеклассников, может быть, тех, с кем вы еще дополнительно занимаетесь. Тоже вот можно попробовать. У Хью Деллара очень хорошие тексты. Также хотелось бы отметить, что есть интеграция с Google Class, достаточно удобная, поэтому если вы пользуетесь, это будет самым простым таким решением. Когда вы выбираете класс, как вы видели, да, ссылочка есть, не просто ссылка получить, а именно добавить в Google Class. Что же требуется ученикам, да, самое главное? Когда ученики проходят по ссылке, система их просто попросит скачать, установить приложение Insert Learning. Больше ничего. То есть им не нужно вводить свою почту. Нужно устанавливать какие-то еще дополнительные программы. То есть минимальная затрата с точки зрения ученика. И, подходя к концу, хотелось бы просто отметить, да, что вот почему мы использовали именно такие ресурсы, потому что помимо нашей читательской, да, грамотности, мне хотелось еще немножко и такую-то цифровую прокачать. Данная презентация была сделана с помощью Google Slides. Я использовала также Google Chrome, и сейчас в нем нахожусь. Чтобы сделать красивые скриншоты, это вот, например, вот такие скриншоты, то я пользовалась Google Pictures. Чтобы сделать скриншоты, у меня было вот таких три кнопочки, которые нажимаете одновременно и делаете красивый скриншот, который вам нужен. Непосредственно наш с вами Insert Learning и два сайта British Council Teams и Lexical Lab. Ну и картинки, которые, как мне очень хотелось бы верить, были похожи на меня, картинки сделаны с помощью Bitmoji. И как я обещала, я сейчас скину ссылочку на эту презентацию. Копирует. И прямо скину ее сейчас в чат. А здесь я сейчас остановлю. Так. И в чат. Так. Это ссылка непосредственно на презентацию. Если вы захотите уже в ближайшее время зарегистрироваться, то я на всякий случай скину ссылку приглашения. Буду очень рада, если вы также пройдете по ней, добавитесь, будете пользоваться Insert Learning. А у меня будет еще один месяц возможности исследовать данный ресурс, потому что на самом деле буквально каждую неделю я вижу, что добавляется что-то новое, достаточно интересное. Спасибо вам большое за внимание. Большое спасибо за то, что я смотрю, нас больше 70 человек смотрят. Это очень здорово. Значит, мы, наши команды, умеем подбирать интересный материал. Спасибо, Ольга Викторовна, я все. Спрашивают в чате. В этом сайте можно работать только с английским языком? Абсолютно любой язык. Единственная сложность, с которой может столкнуться, например, преподаватель физики, заключается в том, что необходимо будет нажать в браузере Google Chrome, правой кнопкой на мышку кликаете и нажимаете на перевести на русский. И перевод может быть иногда чуть-чуть корявенький, но все эти же кнопочки будут переведены. И да, ну, получается, STEM questions, которые были на какова основная ключевая идея, они уже так актуальны не будут, потому что, чтобы их перевести, нужно будет еще ребенку кликнуть. Но, в принципе, как вы видели, функционал сам по себе, он безязыковой. А вот как разобраться им пользоваться? Можно ли работать с другим иностранным языком, кроме английского? А, вообще язык интерфейса только английский. Вот, то есть там нет другого интерфейса. То есть сайт может быть и корейский, и русский, и итальянский, неважно какой сайт, но интерфейс программы будет на английском языке, который можно перевести правой кнопочкой. Поэтому, если вы понимаете, что это будет очень, ну, хорошо, там, у литераторов, может быть, сработает, да, или у русского языка, проводите такую встречу в своей школе или, может быть, в методическом объединении, расскажите, в конце концов, как каждая кнопочка переводится, их там очень мало, и можно будет тогда разобраться. Вот, но на данный момент пока только английский, насколько мне известно. Все. Спасибо, Елена Александровна. Спасибо. Меняйтесь местами со следующим выступающим. Я еще раз напоминаю, что вы можете посмотреть эту, вообще, все мероприятие. Спасибо. Спасибо. Спасибо.